По-видимому, нам пора относиться к полицейским как к фигурам абсолютно сакральным. Задел срок, не так посмотрел штраф. Я думаю, что Гарри Каспаров, он как раз это сможет сейчас проверить на своей шкуре. Я хочу... Уж прямо на шкуре, да? Усил, да? Перейти вот к этой теме, хочу немножечко добавить драматизма в обсуждение, потому что тему, что Каспаров якобы покусал полицейского, можно слушать только в сопровождении этой эпической музыки Джона Уильямса, я думаю. Ты согласен? Согласен, мрачно. Ты знаешь, что это такое? Нет. Это челюсти. Вот пусть они играют, мы будем наслаждаться. Вот нам... Да, Гарри Каспаров, челюсти 2, это очень хорошо, конечно. Ну, 2 там или... 3D скорее. 3D, да. Вот на фейсбуке нас спрашивают, а как же будут доказывать, что вот это человек... Пускаспаровый именно. Да, а не собака, потому что собака вот, полицейская, да? А вот вам еще раз покажу Каспарова. Ну, там очевидно, что будут разные следы. Так просто наши слушатели сомневаются, вдруг полицейского покусал кто-нибудь из других полицейских. Потому что сама история, это вот она, была, мягко говоря, драматичная. Честно, вот я думаю, что Гарри Кимович вполне мог бы в целях самозащиты как-то это все применить. А мне кажется, что нечего пальцы в рот совать человеку, тогда и не укусить тебя никто. Совершенно очевидно, что у них, да, есть у них такая тактика, они любят иногда порвать губу, любят там... Это ты вот хихикаешь все, а тут делать серьезно, на самом деле. Я не хихикаю, я серьезно говорю, абсолютно, да. Вот, например, адвокат Шмидт, он Каспарову там ни в коем случае советует не соглашаться вот на эту экспертизу, которую там полицейские сейчас... А что за экспертиза? Сравнивать, чей укус, человеческий или собачий? Нет, ну почему? Если дело идет к абсурду, по-моему, абсурд надо поддерживать всегда. И если с Гарри Каспарова снимут отпечаток челюстей по этому случаю, да, или, не дай бог, проведут следственный эксперимент, дав этого полицейского... То есть заставят его кусать? Да, покусать сначала собаке, а потом Каспарову. Ну, слушайте, ну это уже... А, вот это хорошее мыслище сначала собаке. Да, собаке Каспарова такой дай, 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 дай. Но как на счастье лапу мне, такую лапу не видал с рода, да, ну, действительно, лапу такую уж, если он действительно в рот полез чемпиону мира, то как тут был не укусить. Но просто, действительно, я призываю к следственному эксперименту. Сначала найти кому-нибудь из верных Русланов и дать живого, естественно, разумеется, полицейского покусать, а потом с Каспаровым провести аналогичную историю. Правда, Каспаров, как человек действительно темпераментный, может не удержаться и откусить. Но мне кажется, что если абсурд, то по полной. Не надо ему противостоять. Кода. Это новости в классике. Самая серьезная программа Коммерсант ФМ.